Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Жизнь бывшего мэра Москвы оборвалась в Мюнхенской клинике. Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет во время операции на сердце. Сегодня с ним прощаются в Храме Христа Спасителя. Близкие Юрия Михайловича приняли решение, что во время церемонии гроб будет закрыт. Отпевание бывшего градоначальника совершит патриарх московский и всеярусик Кирилл в 11.00. В первую очередь нужно вспомнить, что именно благодаря его инициативе был построен этот величественный храм. Не буду говорить о многих трудных моментах, которые предшествовали строительству. Поделился духовный деятель. Движение в Москве частично перекрыто. Поворот с улицы Знаменка на Волхонку запрещен. Ограничения движения сохранятся до конца дня. У гроба Юрия Михайловича рядами лежат цветы. Рядом его фотопортрет, а также награды. Проститься приходит все больше народу. У гроба находится Елена Батурина с дочерьми. Замечены Константин Эрнст, Григорий Явлинский, Олег Газманов, Владимир Мединский, Владимир Колокольцев, Ольга Голодец. В самом храме работают военные. Гроб закрытый, он покрыт флагом России. Людей небольшими группами пропускают по правую руку от покойного. С левой стороны места для родных и близких. За гробом расставлены венки, в том числе от администрации президента. Наша страна понесла утрату. Юрий Михайлович Лужков – это ее величайшая память. Он много сделал для развития социальной сферы. Многие принципы перенесены из Москвы на все пространство страны. Примите соболезнования от лица правительства Российской Федерации, отметила Ольга Юрьевна. Художник Александр Шилов тоже пришел проводить Юрия Михайловича в последний путь. У гроба тот вспомнил их историю знакомства. Судьба так распорядилась, что как раз в этом храме, когда он еще не был достроен, я познакомился с Юрием Михайловичем. У меня было горе, и так как он откликнулся на мое горе, не все близкие родственники могут. У него было большое сердце. Моряки будут ему вечно благодарны. Он увеличивал в городе красоту и добро, и его будут помнить. То участие, которое он принял в моем случае – реставрация галереи. Да и вся культура Москвы. Все мы ему благодарны, потому что он помогал не на словах, а на деле. Поделился деятель искусства. Также, как стало известно, недавно началось отпевание Лужкова. Сейчас мы помолимся об упокоении души, Юрий Михайлович входит в жизнь вечную. Смерть – это страшилка для неразвитых духовно людей. Человек же создан не для 60-70-80 лет, а для жизни вечной. Вечная память выдающемуся мэру Первопрестольного Града, сказал патриарх Московский в Сиаруси Кирилл, подойдя к гробу.